то есть когда мы приехали вот эти были закрыты и вот так вот просто открыто получается ну то есть на территорию можно попасть вот там и вот здесь вот а ваша проживали с 15 числа проживали в восьмом корпусе пансионата аквалоу под названием илона он находился примерно в двух километров от основных корпусов к нему шла дорога вдоль заборов пансионата ивушка и вот этого здания как выяснилось что это здание тоже находится на территории аквалоу предпринадлежит аквалоу на ней строится это как я понимаю недалеко от места вашего это практически сколько там минут пять минут это она вышла с самой двора илон и завернула просто практически за угол территория огорожена там ну вы видели видео как там огорожена территория за кирпичной стеной там видим я не туда не заглядывала когда все это случилось я прошла про просто ворота туда за за этой стеной кирпичный там забора видимо нет или он с огромными дырами я не могу сказать заходили дети там потому что пруд с лягушками это территория просто возле илоны практически некуда гулять там железная дорога проходит канава и ты три почти километра до основного лоу и основного этого то есть площадок ничего просто территория на территории самого даже 9 корпуса идет стройка там можно также прекрасно убиться разбиться все что угодно сделать ребенок вышел на 15 минут перед ужином и просто ей было далеко идти сам центр центральные корпуса чтоб на какие-то там площадки волейбойные которые там есть дети там постоянно все ходят и она наверное решила что далеко она пойти не может зайду сюда посмотрю может какая-то природа она хотела очень любила биологию венки постоянно плела из каких-то растений возможно захотела зайти это первый день был когда я не не сопровождалась турнира их потому что они заканчивали в разное время этом я решила что мне нужно остаться в корпусе дождаться каждую девочку отправить на ужин мы потом планировали после 8 часов пойти в аквапарк когда они все поужина потому что времени не они оставалось ни на что утром тренировки потом игра считаю было почти до 6 у кого и до 7 часов и потом на час только успевали в аквапарк еще надо было туда дойти я вообще не знаю какие там были собаки просто потом когда уже я же побежала и звонила начала звонить 6 часов там у меня 15 лет столько пропущенных ну в илоне этой очень плохая связь я еще думала может быть связь плохая девочка следующая у меня еще не пришла с турнира которая была со мной я не могла стать был один ключ у нас от номера я звонил я выходила там на лоджию выглядывала ничего и не слышала звонок и уже по ватсапу без конца звонила начала переживать потому что полина не такой ребенок который ну если бы она пошла просто она бы обязательно ответил от 6 часов она ушла без 15 пришла с турнира ушла без 15 до 6 часов она сказала что погулять я думаю она будет просто на территории вот здесь вот во дворе гулять выглядывала я там себе снизу думаю что она не слышит связи нету потом пришла где-то около семи часов где-то без двадцати может 7 пришла девочка я ее оставила она зашла я дала карточку от ужина послала ее на ужин и побежала и говорю ключ у тебя все я пойду искать полину мне что-то не нравится что ее нету я буквально выбежала вот там метров 150 до конца этой их двора там видно берег железная дорога и видно берег я начала выглядывать на берегу светло это день еще ничего не темнело ну силу это ее возле моря я не увидел может быть думаю она сидит возле моря то и думаю ладно надо тогда идти в центральные корпуса млоу искать ее там на площадках может быть что-то с телефоном у нее я завернула вот за это тут сразу начинается территория вот этого места я завернула буквально за эту территорию смотрю стоит машина полицейская я думаю поинтересуюсь я буду знаете у меня пропала девочка они тут лежит женщина тут случилось несчастье женщина я говорю девочка у меня 12 лет но нагрев девочки в этом возрасте взрослая выглядит пожалуйста расскажите мне они начали спрашивать во что она была одета я рассказала всего что она была одета и когда они увидели совпадение они попросили документы у меня с собой документы я всегда носил потому что на мероприятии на документы все носить на ребенка все начали спрашивать у меня во что обутова что одета была носила ли очки она носила очки у нее было минус 3 зрения я сказал что она носила очки на цепочке такой золотистый. Ну вот все они эти вещи. Потом сказали позвонить мне. Я звонила хотя я до этого тоже бесконечно звонила и телефон их там. Буквально, наверное там местность гористая там уступ. Я стояла внизу уступность. А она, видимо ну они стояли, окружили ее вот вверху, метр-полтора от меня но они окружили, я не видела но потом, как сказал следователь от места, где она зашла не перелезла, а зашла там дыры в заборах они измерили 40 метров. То есть она прошла 50 шагов никаких скулений щенков. И в тот момент я не видела и собак они мне сказали, что собаки-то были какие-то просто потом уже, когда все они сказали, что там человек искусанный собаками истерзанный собаками пока было светло, приехала скорая помощь там, хотели мне оказать, но я старалась держаться там приехала из психолог тоже, ну она мне допоила горячим чаем стало очень холодно на улице она мне вот теплую вещь ждала одеть я сидела уже возле этого места за территорией ждала как-то спустили сумерки пришли эти собаки они приехала уже машина, к которой перевозят трупы они не могли вынести потому что собаки их не пускали на территорию я слышу я не видела собаку, потому что она моментально темнеет там вагаристая же местность вот огромный басистый лай вот с одной стороны морда вот даже вот с этого места где она там зашла мне кажется из-за этого забора даже собака вот сюда даже выходила на территорию гавкала вот здесь в прорехе этих заборов вот этот я им говорю прям со слезами я кричала почему мой ребенок мертв, а собаки до сих пор живые они не то, что я думала если их случилось такое, то собак уже убили давно нет, собаки ходили они ходили на следующий день их только на третий по-моему, четвертый день кто-то куда-то в приют там если увезли с хозяином вы вообще как-то пересекались общались? с хозяином чего? с собак у них разве есть хозяин там какой-то как они сказали мужчина приходил вот он и обнаружил девочку в 6.20 вроде бы пришел мужчина зашел который кормил их я понимаю, что мужчина там по виду асоциальный я понимаю, что у него не было наверное средств кормить такое количество собак он наверное получал где-то продукты на них и кормил я думаю, что он кормил их по договоренности там не просто так какой он хозяин он наверное наемный работник который кормил этих собак ни табличек что там злые собаки вот люди женщины, которые ходили там все дети мы я сидела мы пытались там трупы они пытались вынести проходили дети до глубокой темноты дети шли с тренировок вот за эти 3 километра они возвращались с корпуса дети шли и шли и шли дети шли одни и просто там собаки могли в любой момент и раньше выскочить просто на дороге просто разгрызть я так понимаю что моя Полина пришла туда в момент когда собаки спустились есть видимо вот это время кормления они были злые голодные если организатор организовывает если это детский да просто санаторий где люди отдыхают годами это делается ну вообще не должно быть никаких собак территория должна быть охраняемая должно быть все сделано для детей она же вышла не в лесу дремучим где медведи и волки ходят она вышла на территорию пансионата организаторы мероприятия что-нибудь говорили вот я как понимаю они отменили сами соревнования это шахматная федерация я так понимаю они же эти услуги купили у этого аквалов они же отвечали там у нас даже на сайте когда вот приглашались дети на соревнования там же было организацию безопасности осуществляет санаторий вот этот оздоровительный комплекс аквалов шахматная федерация она в каком смысле причастна они организовали турнир они заплатили за проживание ну некоторых детей которые выиграли эти возможности чтобы за них заплатили я как понимаю владелец данного санатория он пытается отговориться тем что территория где погибла девочка мы точно узнали у местных жителей ни у одного у многих местных жителей что эта территория принадлежит хозяинам самому хозяину не генеральному директору а хозяину аквалову и это строящийся его особняк так что я понимаю может быть собаки там у него несли охранную эту но функцию но ничто не об этом не извещало не было никаких табличек ничего просто бесхозяйственность вот это они возможно были голодные они там в стае возможно они были даже выдрессированы на такое поведение мы же не знаем что там за собаки я же видела только в темноте вот эту гавкающую силуэты я не знаю какие собаки собаки бывают разные поэтому ну вот так обстоятельства какие-то бывают то есть как такой злости к собакам злости на собак конкретно я одна злость на то что вот у меня например в своем доме собака сидит на цепи если бы даже вот зайдет человек и она мимо он будет проходить она его укусит и я буду нести ответственность что она его укусила понимаете потому что это и моя собака собака это как холодное оружие если там просто стаями как дикие волки ходят собаки тем более люди приезжайте к нам отдыхать в Сочи приезжайте да мы у вас тут у нас везде ходят собаки бесхозные у нас извините бардак везде сломанные заборы приезжайте к нам отдыхать это еще не начался сезон а в сезон там в два раза больше в три раза больше людей и что естественно кто-то захочет подняться в горы кто-то захочет да просто там красивая территория зайти посмотреть территорию трагедии будут продолжаться просто если это никому не надо если на первом месте у нас нажива только стоит а люди для нас не значит ничего вот я знаете какие ваши дальнейшие действия как понимаю что вы так просто на СМИ останавливаться не будете как я понимаю я сейчас жду когда вызовут следователя меня туда рассмотреть вот эти вот экспертизы все прочее посмотрю что они будут у меня там открыто несколько я подала по 238 статье ходатайства о возбуждении уголовного дела против аквалуу по статье оказания услуг ненадлежащего качества я подала гражданский иск будем продолжать это дело не будет краснодарская краевая прокуратура заниматься будет региональная будет российская прокуратура заниматься будем искать будем выходить на людей я не хочу чтобы моего ребенка похоронили закопали откупились услугами ритуальными и забыли на следующий день просто и все